250 тысяч россиян оказались обманутыми банковскими учреждениями в прошлом году. Именно столько рассмотрено гражданских исков о защите прав потребителей. Эта цифра стала поводом для пересмотра закона в сфере кредитов, что поможет сделать эту услугу более цивилизованной. Сейчас новый законопроект находится в финальной стадии рассмотрения. Но, к сожалению, нововведение уже не поможет героине нашего сюжета. Екатерина Балучова взяла потребительский кредит на 18 месяцев. Заняв у банка 35 тысяч, она купила телевизор и пылесос. Но как только стала погашать кредит, выяснились нюансы по оплате. Много отделений, где можно оплатить именно кредит по нашему банку. Но даже если прийти в их отделение, этого банка, там тоже берется комиссия по кредиту за оплату кредит. То есть, мало того, что я взяла у них кредит, так я еще должна сверху за их работу заплатить. Мелкий шрифт, многостраничный документ, все это не позволяет вникнуть во все тонкости. Домой договор на руки не дают, до подписания. А решение надо принимать сразу на месте. Ясно, что дело темное. Развеять сомнения часто сами сотрудники банка. Говорят, будто договор типовой, все клиенты его подписат. Поэтому можно его подмахнуть и бояться нечего. В свое время, как и несколько лет назад, банки осуществляли выдачу кредитов и оформляли это с нарушением законодательства. В частности, закон о защите прав потребителей. Поначалу граждане не очень это понимали. Но сейчас появилась соответствующая практика высших судов, которая говорит о том, что большинство тех договоров, которые заключались, они осуществлялись с нарушением закона. Известны всем и долговые ямы. Чаще всего в них оказываются клиенты из-за невнимательности. В веренице дел, как это нередко случается, клиент просто забывает заплатить штраф или комиссию. Но в дальнейшем часто именно это приводит к судебному разбирательству. В Челнах все спорные вопросы между заемщиками и банком слушают мировые суды. За два года вынесен вердит почти по трём тысячам исков. В основном они касаются банковской комиссии снижения сумм штрафов. Вот по потребительским кредитам, в частности, вот большое имеет место в данном случае обращение по поводу комиссии. Обращаются граждане. Они обращаются как потребители данных услуг. Поэтому они имеют право обратиться как к федеральному суду, так и к мировому суде, в зависимости от цены иска. Новый закон изменит положение сторон. В частности, клиент сам сможет влиять на содержание договора. Теперь в нём будут прописываться общие условия сделки. Когда закон вступит в силу, клиенты сами смогут корректировать графики и суммы платежей. Так, когда я смогу заплатить? Ну, думаю, числа 15-го. А сколько? Думаю, тысяч пять. Теперь эти предпочтения должны будут учитываться в банке. Обсуждение заранее всех щепетильных вопросов в банке позволит избежать рисков, связанных с кредитами, что, в принципе, позволит уменьшить судебных разбирательств. Гораздо выгоднее договориться с клиентом напрямую. Путём либо перенесения каких-то сроков по графикам, либо изменения просто графиков, либо отнесения основной части выплаты на более поздний срок. И ещё одна хорошая новость. Новый закон коснётся рассылки карточек. Точнее, их вовсе запретят рассылать по почте, без ведома клиентов. Не секрет, что такими карточками мы, как наживки, в банке заманивали людей. В целом, закон о потребительском кредите защитит нас с вами от переплат в банк. Михаил Сосновский, Евгений Максимов, Радик Гатин. Для программы Новости.